Все блогеры последние несколько лет делают один и тот же топ-5 языков программирования, которые нужно изучать в 20-м, в 21-м, в 22-м году. Все, что меняется, это место конкретного языка в этом рейтинге. А в чем смысл этого видео? Это видео может изменить вашу жизнь! Сегодня вы выбираете язык, и уже через год вы можете начать жить другой жизнью. Давайте сразу договоримся. Я выбираю только из тех языков программирования, которые смогут обеспечить вашу финансовую, обеспеченную жизнь. И если вам нравятся языки, за которые вам будут платить полторы тысячи долларов в статусе сеньора, вперед! Вы справитесь без меня! Мои критерии выбора это высокая плата, ну и чтобы нравилось. Но это вы уже и сами разберетесь. Начнем! JavaScript. JavaScript – динамический язык программирования, который используется в основном в веб-разработке, для создания интерактивных веб-сайтов с дополнительной функциональностью и веб-приложений. JavaScript – это настоящий король фронтенда. Но помимо этого, использовать этот язык возможно также и в бэкэнде, что делает его достаточно универсальным языком. Для многих языков это просто недоступная возможность. Но, скорее всего, вам придется изучить TypeScript и погрузиться в Node.js. И перед вами откроется бескрайний мир возможностей. Headhunter откроет охоту на вас. Но это уже другая история. Друзья, по ссылке к этому видео вы можете перейти на сервис Boosty, на мой профиль, и там получить доступ к самому полезному посту в вашей жизни. Я серьезно. JavaScript безумно популярен. Огромное количество учебных материалов. Огромное количество рабочих мест. При этом достаточно большой недостаток хороших специалистов. Ключевое слово – хороших. Обычно JavaScript изучается совместно с каким-нибудь из фреймворков. Просто выбирайте React. У меня есть несколько друзей, которые с нуля вошли в IT и начали изучать именно JavaScript. И все они очень довольны своим выбором. И вот что мне ответил middle JavaScript разработчик, работающий в крупной IT-компании по поводу своего языка программирования. Именно JavaScript. Мой язык гибкий. Но говна наделать на раз-два можно. Это исчерпывающе. Rust, C и им подобные. Это низкоуровневые языки программирования с прямым доступом к оборудованию и памяти. Это лучшие языки для тех, кто любит железки. Но это не лучший выбор, если вы хотите в ближайший год с нуля найти свою первую работу. Поэтому мы их пропустим. Но, но, если вы хотите найти свою первую работу после примерно 5 лет беспрерывного обучения, то... Не стоит изучать C++. Лучше Rust. Python. Супер популярен. Используются для тестирования, веб-разработки, визуализация большого объема данных с помощью Pandas, настольные приложения, машинное обучение, data science. А это, кстати, самые высокие зарплаты. Ну и самые высокие требования к знаниям. Как минимум, вам нужно будет иметь степень магистра по математике, ученую степень по тригонометрии, ну и, конечно же, закончить балковавриат в универе магии и чародейства. В общем, Python чересчур популярный язык программирования. Этих программистов каждый год множится чуть ли не на десятки процентов. И его последователям это обходится не бесплатно. Вам придется доказать свою профпригодность, так как HR активно обузят школьники и бесчисленная армия онлайн-школ. Но не все так плохо. Большая часть имеет достаточно посредственные знания. Поэтому у вас есть все шансы найти себе работу, если вы выберете этот язык. Друзей питонистов у меня больше всего. Но там все достаточно неоднозначно. Я написал своему другу питонщику в статусе Джуна, что он думает насчет питона. И вот что он мне ответил. Скажу, что он ебически популярен. Но основная причина его популярности это его же проклятие. Не менее исчерпывающе. Голланд. Ориентирован на параллелизм и создан для использования облачной инструктуры на 140%. Безопасный создание надежных веб-приложений, микросервисов и API для взаимодействия с ними. Нет недостатков пакетов и ресурсов, доступных для него. Для новичков это достаточно сложный язык. Не только потому, что он стремится стать похожим на C, но в первую очередь из-за малого количества обучающих материалов. Но это один из самых высокооплачиваемых языков программирования. И его еще никогда не было так просто начать изучать, как сегодня. Потому что на моем канале уже тебя ждет плейлист с самым лучшим курсом для новичков. Так что переходи, смотри. Кстати, вот что мне написал мой знакомый гофер, который работает в одной из крупных IT-компаний. Я не говорю названий, потому что это все супер засекречено. Ну и, короче, вот это вот все. Я надеюсь, вы меня поймете. По ГО могу сказать, что язык может показаться простым, но инфраструктура вокруг него такой показаться не сможет. Это и всякие продукты графаны, видеоки и прометеуса, докеры, куберы и операторы кубера. Работа с AWS, GCP и Azure. ГОНГ с каждым годом становится все популярнее. Озон, WildBase, Mail, Google, Dropbox. Бесчисленное количество крупных IT-компаний. Все они активно используют ГО. Почему? Когда гофер заходит в здание, из него выходит один отдел ПХПшников. Потому что один сервер на ГО способен заменить несколько на ПХП. ПХП. Кстати, что насчет ПХП? Язык, который умирает уже 10 лет подряд, но все-таки живее всех живых. Самый доминирующий язык в мире для делегирования на аутсорс в страны третьего мира. Поэтому это лучший язык для фрилансеров и тех, кто планирует работать за еду. Ваш самый главный конкурент такой же индус, как вы, который готов написать в Facebook за тарелку лапши. Его стоит начать изучать, но только если вы мечтаете получать в районе 2000 долларов в статусе сеньора, имея 5-летний коммерческий опыт. Соболезную. Но. Таков путь. Таков путь. Таков путь. Мобильная разработка. Тут все предельно просто. Swift исключительно для разработки приложений для экосистемы Apple. Kotlin аналогично только для устройств на Android. Это натив. Это востребовано. И без работы вы точно не останетесь. Но. Если вам, как и мне, не удалось выбрать что-то одно, и вы выбираете все сразу. Тогда начинайте учить дарт. Совместно с фуаттер. Внимание. Сначала дарт. Потом фуаттер. Окей? Ну конечно, это на ваш страх и риск. Мой хороший друг пару лет назад своим первым языком программирования выбрал как раз таки дарт. И это, когда на всю Россию было всего 2 вакансии. Я не шучу. И свою первую работу он нашел уже через год активного обучения. С зарплатой в 90 тысяч. А сейчас его просто разрывают HR. Серьезно. Я спросил, что он думает насчет фуаттера. И вот, что он мне ответил. Фууттер угон. C-Sharp. Настольные Windows приложения. Game Dev. Это разработка на Unity. Востребована? Востребована. Как быстро вы найдете работу, все зависит от ваших умственных способностей. Друзей, которые пишут на этом языке, у меня нет. Больше мне сказать нечего. Напоследок я хочу прочитать сообщение от моего друга, который проработал долгое время девопсом. Да и сейчас работает. Кстати, на данный момент он уже не в России. Напишите, стоит ли сделать видео про то, как живется нашим айтишником в Турции и в Армении. А еще обязательно напишите, какой язык вас заинтересовал. Или какой вы уже начали изучать. Мне очень интересно. Итак, сообщение от друга. Скажи просто. Нода имба. Python имба. Go станет имбой. C и C++ вечен как Doom. C-Sharp винда имба. Java тоже имба. Субтитры сделал DimaTorzok